ребятки всем привет мы на даче смотрите листва начинает я же недавно тут покосила как все чистенько листва начинают уже опадать с абрикоски со слив с вишни потихонечку только начало деревья тут много потом все будет в листве эта ветка видите на вишне у меня тоже заболела смола вон образовывается эта ветка видно что засохла тоже вот вот то дерево сдох короче вишни сколько его опрыскала сколько спасала нифига вот и это тоже ветка вот засохла но остальные вроде ничего я думаю еще годик она поплодоносит нам все что-то работают все что-то делают на огороде мушка нагребал кучи тут ребята вон кучи кучи греб мне пишут комментариях зачем ты что я делаю типа лишнюю там обозвали меня я не буду это слово называть короче же лишнюю работу делаю вот это сгребаю ну ребят самое крупное стараемся сгребать вот это убрать надо еще под этой подпорки были для помидоров базилик смотрите какой красавец если бы мы в базилике обрывали вот этот цвет вот так вот чем больше его обрываешь ой тем больше он начинает ну куститься вот так вот раздваиваться пахнет семена я не собираюсь него ребята копейки стоят в упаковке ничего там страшного нет ну только осталось покосить для помидоры были а так все кучи кучи вон 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 но мне пишут зря ты это гребешь если это все трактор перри перепашек не ребята крупные крупные нафиг зачем такие бад бады для щериц вот смотрите сколько семян хотите его могу прислать по почте семян щерицы знаете летят летят на вот вот куча вот куча ну ну крупняковая вот это вот валялась зачем она надо смотрите сколько кучи нагребли вот тут еще надо тоже погребсти хотя ну вот здесь вот например не будет остался этот кусок только погребсти тут не будет трактор перепахивать вам уже говорила мы этот кусок забрасываем вот и нафиг она будет так вот лежать нет это вот все большое смотрите бады для чушь она будет тут трактор не будет ездить зачем она будет так вот валяться лежать вот это не надо грабельками все все по этот самый вот тут где-то картошка спрятана а вот это еще надо ну короче не не закончил еще чуть-чуть надо будет поработать кукуруза вот это не моя это уже соседский участок ребят вот тележка надо приехать пособирать все тыквы соседям ну бы наверно попозже а вдруг а вдруг они еще дозреют ребята они зеленые они еще не созревшие но смотрю начинает менять цвет какие-то он пятнышки появляются пусть лежат тыквы можно и в октябре убрать через пару недель они еще даже цветут ребята смотрите вот оставлю себе очень часто цепляю на носки и мое и не переброс любимые теплые носки зеленых много а поспевших буквально там ну вот одна огромная лежит вон видно желтая там еще где-то а так в основном вон еще оранжевая вижу а так в основном зеленые соседям ну просто попозже вдруг они чуть-чуть доспеют вот так потихонечку гребем а чё все равно надо это делать он сколько кучи вывозить надо уж прям тележку тут оставил после обеда начнет возить тут им все дым а я прям отсюда вижу что перец еще понарастал вижу правда мелкие он только тот что цвел выпустил уже плоды ого вот этот сорт хаски они маленькие ой сколько маленьких смотрите они не дозреют холода настанут сколько их тут висит малыши малыши здесь тоже сколько и там а такие эти тоже завязывают смотрите видите что а когда жара им тяжело было вон они желтенькие висят тут я пока не убираю тоже в последний момент пуска еще наращивает о помидор муж еще помидоры собрал вот с того участка вот там где кусочек я не дорвала там еще помидорки пособирала мелкий как горох я не хочу я кажу хочешь собираю меня нема терпения нетерпения нежелание там мангольд остался наш спрашивали что такое мангольд сейчас вам покажу ближе я тоже раньше для меня это слово было в новинку теперь я знаю что такое ребята это из семейства свекольных то есть вот если обычная свекла мы ботва над землей а в земле сам плод свекла которую мы используем буряк так то это именно корень не кушается а кушаются листья но они кстати поменяли цвет потому что холодно уже они есть разные смотрите у этого и вот эти листочки кушаются они такие со вкусом слегка свекольным типа как листья салата салат добавляют так кушать очень полезно их несколько видов есть видите у этого красного цвета сам стебелечек есть еще ярко желтого бывает сорт и зеленого вот три вида у меня один чем и знаете что кстати это растение вообще-то вот молоденькие листья не должны быть вот такие зелененькие в этом молоденький листочка это типа постаревшие вот он должен быть такой ярко зеленый вот с красным этим самым он слегка свеколкой пахнет в общем вообще это это двухлетнее растение двулетнее если его вот так вот у меня просто тут трактор будет ехать поэтому на я их уберу он перепашит а если взять корнем и пересадить где-то в саду или где не будет перепахиваться я вряд ли этим буду заниматься наверное следующего дупр с новенький посею да еще а вообще если его оставить то в следующем году он снова здесь на этом месте вырастет то есть она двухлетка можно его оставлять соседи тоже огороды уже убирают но у меня муж так выкосил прям аж до земли почти до в некоторых местах вот такие дела вот и конец почти огород только гребем и гребем только успевай грести цветами потом еще это уже потом когда уже совсем холода будут я их посрезаю вот эти которые цветочки у меня остались пионы тоже меня пионов там еще за воротами они за воротами еще убираться не в малиннике все пишет юля покажите как он твоя малина ребята пока еще не ходила в нее не лезла вот эти вот надо петушки у нас называют ирисы да как он по-другому тоже по обрезать надо вот я получается вот этот участок покосила прям так хорошенечко хотя уже травка лезет вот сюда мне еще надо сюда залезть и вот здесь вот газонокосилкой проехать и вот это вот все по срезать убирать кусты где-то где вот видите ветки какие-то хвосты даже тоже лучше стать жары нету и они лучше выглядят как хорошо яркие такие да вот эти вот ветка видите от смородины он сломана упал эти вот нижние по обрезать вон вообще сорняк прямо из куста растет вот это все надо переделать вот вонючки деревья ну и это все тоже на кто будет делать надо делать он поросли вокруг дерева тоже это дерево тоже погибает они бестолковые они просто как бы зелень какой-то тенек а плодов не манны даете вон вонючка какая выросла большая спрашивать юля где твои цветы анима ребята у меня мало осенних цветов вот роза не уже отходят вот только вот эти вот хризантем ки но мне не не нравится потому что это сорт высокорослый очень высокорослый ребят мне больше нравится низенькие хризантем они такие аккуратненькие а вот с чем надо граться то есть подвязывать надо какие-то столбики ставить как-то укреплять оно падает сейчас они еще больше это он сейчас стоит как-то более-менее да сейчас еще вот эти все пораспускаются он еще наклонится и оно все у меня лежит и так вот на земле мне не нравится вот так вот растут и растут хризантемы в принципе только да получается белые вон беленькие торчат где-то у меня желтые были вообще-то а они позже вот эти по моему должны быть желтые вот видео высокий куст боже какой высоченный у меня реально под подбородок он за деревом вот эти по моему желтые вот эти вот точно я знаю что желтые но они как-то еще не собираются распускаться это я куст недавно приезжала сюда потому что он тоже я тут косила и он весь лежал полностью на земле я его чуть-чуть так при перевязала это вон что-то осталось не нравится мне высокорослые розочки и все у меня в основном весной вот эти вот все весенние ранее типа тюльпаны лилии у меня долго целилейник вернее долго цветет меня лилии очень красивые но это все уже по обрезала как бы его этого всего не видно да вот какие-то цветочки не знаю как они называются красивые а тогда у меня в основном вот весной меня здесь красота а осенних мало мимо и как-то нема времени ими заниматься ребят этими цветочками так мусор вон надо повыносить не надо так мусор оставлять оставили на ночь ребята поленились вчера вынести ночью кто-то видно какие-то коты разорвали пакет один из пакетов порастащили он сейчас будем все лопатой собирать это вы выносить потому что это не дело капец а вот помидоры может пособирал вижу вижу он видите какие они страшненькие что-то можно по обрезать я уже не хочу их кушать маяки страшненькие мне не вызывает аппетит это и так я их уже есть не могу у меня шаскома у меня на кисло уже не может все ребятки мусор вынесли муж дальше решил заняться в на огороде там грести вот а я к обеду хочу поубираться наконец-то на столе ребята стол то у нас деревянный да эти беседка сама деревянная но три года назад когда мне муж подарил эту беседку на день рождения очень такой ценный и как оказалось очень нужный подарок потому что без нее мы просто никак никуда мы в ней все дни проводим завтраки обеды и ужины и вот к чему я говорю мы решили защитить этот это дерево так как она знаете не шлифованная она шершавая можно за ногу загнать ну в общем немножечко она неудобная и мы решили клеенкой на самом деле мне тут сверху клеенка обито держится натянута по сей день три года ей уже одна только дырка кто-то кто-то пропалил я даже я даже примерно знаю кто надо буду казать короче прибита обычным степлером строительной с обратной строительным с обратной стороны хорошо натянув вот и служит до сих пор менять ее пока нет смысла не собираемся из-за одной там той дырочки где-то еще можно мелкие какие-то найти но то как несущественно вот я решила ее знаете чем натереть вы видите вот жидкостью для стекол я сейчас потру потру чтоб типа ну потому что тут спирт содержится чтоб обезжирить знаете немножко натру а потом водой обычной протру на сухо еще на сухо водой что я говорю протираем насухо водой это скоро уже будем и обед на обед мы доедаем суп рассольник сейчас тряпочку намочу доедаем суп рассольник ужас что у меня микрофон огоньки по нему бегают он работает не работает надеюсь что работает я уже посмотрю на монтаже пальмуша что там мама делает все это делает непонятно чем-то воняет скажи какими-то с вами вонючими химическими на обед суп рассольник уже доедаем по тарелочке а сейчас яйца поставлю сварить так еще разочек уже и тряпочка прям чистая стала а то я до этого терла терла на все серое серое потому что сейчас же это пылевая буря пыль у нас и сегодня есть как в тумане там там за речкой смотришь вдаль все как в тумане и она же оседает на столы и везде на окнах все чистая тряпка чисто чисто труба чисто это не жидкое стекло ребята это обычная клеенка просто хорошо натянута и все жидкое стекло мы хотели сюда жидкое стекло но она зараза такое дорогое дур там за метр сейчас на полу стоит за метр сто восемьдесят гривен дорого так что я пошла на плиту ставить супчик греть яйца варить потихонечку подготавливать пойти зелени нарвать базилика на на нарвать я тут собираю целый пакет у меня в доме стоит огромный вот такой птбшный пакет стирки все что стирать там все постельное поменяла я и здесь на берту черные вещи мои кофты штаны и носки тоже на стирку когда я в город поеду это все стирать фиг его знает вот было общество машинка автомат я закинула и все можно вытащить из гаража но честно не охота в холоде толапаться в воде в этой машинке греть там воду и так далее поэтому собираю домой а когда это все увезется на стирку без понятия я кстати ребята завтра планирую варить борщ на плиту я поставила пусть греется завтра планирую варить борщ потому что там капуста осталось надо ее доесть на эти мухи летают вот и хочу варить борщ с фасолью и в этот раз как мне советовали фасоль отварить в скороварке как это было вот такую же воды не знаю солить надо не надо я думаю что не надо вот так вот водички достаточно я думаю будет вот она какой режим поставить потому что прошлый раз я на плите варила ровно час а здесь на что вставить рис крупы тушение суп пароварка плов молочная каша афиг его знают да наверное рис крупы я поставлю так если час я на плите варила а тут скороварка что поставить на минут 20 рис крупы добавляю время через 20 минут посмотрю что там будет все пусть себе стоит зато я сегодня себе сварю и завтра у меня меньше времени на это уйдет я ее отварную в холодильник и завтра борщ добавлю почему бы нет да так идем за зеленью все суп закипел яйца я отварила думал уже ждать все подготовлены божья смешная в кирке а то волосы не мешают ничего не торчит вечером может башку помоют вот такой козырек большой защита от солнца от дождя от ветра частично так петрушка у меня и тут выросла петрушка островочек кстати сейчас вам покажу смотрите я когда здесь коси блин ветка прям по уху я когда косила я здесь обнаружила петрушку ребята я ее сеяла весной она в траве тут была ну даже не в том что в траве да это одно а второе что мы тут постоянно косили и ее все время скашивали 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 а сейчас она так как жиры нету она подросла но она растет правда среди травы но все равно она здесь есть видите и я не стала скашивать думаю пусть будет тут надо как-то аккуратно вручную чуть-чуть маленькой тяпочкой между ряди пройтись и тогда она будет будет нормально тут тоже где нигде повырастала петрушка вон если присмотреться маленькая нанехонькая есть ну я тут косилкой проехала она мне тут не нужна я поскашивала вот эти вот кусты кстати походу засохли что мне сестра давала старые смородина и крыжовник они засохли вот а тут у меня лезет этот а я его скосила чеснок молодой вылазит вот сейчас пойдем сорвем мне нужен базилик и петрушечка муж уже почти убрал а не еще кучи три наверное осталось вот тут петрушка красивая сейчас потом подойдем боже а летом не найти было ее там потому что солнце так выжаривало ее ей было плохо тяжело расти так базилик плантация я прям его не листочки рву ребят а вот так вот вот такие штучки а муж уже объедает я не очень любитель базилика муж кушает ему нравится ну вообще любая зеленая полезная он вообще у меня травоятый ну он любит все зеленое так тут какой-то более мелкий вот тут иначе покрупнее ой шутце попалось какой-то этот сухарь вот такие веточки а он уже пусть обгладывает объедает чтобы больше нарву чтоб сразу на ужин было его чем чаще обрываешь особенно соцветия если убрать то он будет расти и расти можно взять один куст выкопать пересадить в горшок и забрать на квартиру в принципе обрывать соцветия и он какое-то время это мне так зрители сказали я так не пробовала и он какое-то время будет расти можно будет кушать так и петрушечку чего я никакой миску тазик не взяла ну ладно я сейчас в одну руку смотрите какая ух красавишна ух а я прям вот так вот хоп захватила оп и сорвала захватила такой вот сухари не хочу такие захватила оп и сорвала ну вот эти я обрежу бодель все урожайчик собран садитесь кушать а а лук я видела зеленый подождите я так хочу у меня аж голос захрип я так хочу зеленого лучка сейчас я тут положу сюда так не улетай тихо смотрите вот тут немножко есть да с удовольствием поем сейчас его весь оборву тут я еще прошлой осенью его тут сажала он тут опять вырос я его не выкапываю прикольно побольше больше я в теплых носках на секунду надо уже переодеваться солнышко что-то стало припекать то утром колотун такой тут возле речки о вот еще смотрите какой пустый все ну значит все да тут цветок цветы мы не едим все пойдет на обед да вообще красота у меня аж уже слюнки текут о какая красота получилась и лучок и петрушка и базилик да вообще супер вот и пришла настала пора обеда доедаем по последней тарелочке суп рассольник с квашенными огурчиками с перловочкой очень вкусный нам всем понравилось яйца сала лук репчатый и здесь еще лук зеленый есть тут помидорок немножечко вот и хлеб у нас черный и белый и альмуша на закуску ой мухи мухи там гоняй занимайся хоть каким-то делом хоть мух гоняй толку от тебя ноль жук вон охраняет ласа мышей ловит а ты что делаешь только жрешь эй альма где поводочек твой о проснулась ошейник постиранный мама красивый ошейник одела да ты кнопка что уши так повесила смешно летучая мышь все все кушаем метаф� я и разве что как может только сейчас Продолжение следует... 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 Промывать я ничего не буду... Дам ей стечь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...